Рустам Гелязев Рустам Махмутович, добрый вечер. Здравствуйте. Прием клиентов от Фонбанка и Интехбанка осуществляет Республиканский фонд поддержки. Они же начали выплаты вкладчикам третьей очереди. Вопрос такой, почему не АСВ? При крахах банков, то есть опыт предыдущих крахов, показывает, что лицам, юрлицам или другим организациям, которые попали в результате краха на большие суммы, они в третьей очереди не могут рассчитывать на возврат денег. Потому что даже вкладчикам, тем, кто в первой очереди, редко во второй очереди, и то не полностью компенсируют эти деньги. И в данной ситуации, когда общественный резонанс такой на фоне краха от Фонбанка возник, то есть банк ведь был крупный по меркам республики, и было протестное движение, то есть, соответственно, было принято в свое время решение о том, чтобы создать этот фонд, я так понимаю, поддержки. Там принципы такие своеобразные, то есть сначала погашаются мелкие суммы, потом вот с 1 февраля, насколько я знаю, до 500 тысяч поднята планка. Ну, к сожалению, нас пока не приглашают, то есть мы тоже интересовались. У меня из нескольких организаций, у одной вот 480 тысяч, нам сказали, ждите, ждем. Ну, вторая организация, я даже не знаю, на которой в несколько разы большая сумма, то есть зарплаты, налоги, то есть, ну, я не знаю, даже смогу ли я по другой организации на что-то рассчитывать. В прошлом году потратили немало сил для того, чтобы сформировать 10-процентный пол кредиторов и принять активное участие в банкротстве финансового учреждения. Вот как сейчас в этом направлении обстоят дела? Вот эта вот возможность поучаствовать в работе комитета кредиторов, то есть это большое дело, потому что сейчас представитель пострадавших в лице Юмановой, то есть она, ну, как сказать, может участвовать, она видит эти процессы, но, к сожалению, не всегда конкурсный управляющий реагирует должным образом, то есть и принимает, на наш взгляд, на взгляд пострадавших неправомерные, неправомочные решения. Но, по крайней мере, присутствие нашего представителя за счет этого пула, то есть дает нам возможность хотя бы знать об этом. Чего удалось добиться за прошедший год и какая работа сейчас ведется активистами? То, что появилась возможность какого-то контроля, ну, то есть мы с ними заявление в суд на них подаем, если что-то неправомочное делается, ну, и какое-то движение прошло, то есть и даже вот, если даже до 300 тысяч фонд, который был создан благодаря этим усилиям, начал и выплатил, то есть для людей это большие, для кого-то это большие деньги. Ну, понятно, что для более крупных организаций, то есть это не было решением, но надеюсь, что каким-то образом в конце концов и наша ситуация должна разрешиться, то есть мы руки не опускаем. В СМИ широкий резонанс вызвала информация о том, что клиентам ТФБ, которые снимали свои средства со счетов перед крахом банка, теперь придется доказывать, что они по объективной причине, по необходимости выводили деньги, а не просто ради того, чтобы снять деньги со счета. Коснулись ли подобные проблемы челнинских предпринимателей? Ну, меня конкретно не коснулись, потому что я в свое время, когда эта ситуация была, то есть я никаких телодвижений не совершал. Схема была правильная, то есть по уму, то есть те, кто облатали инсайдом и выводили деньги за долго там или за недолго, и успели вытащить деньги, там же была ситуация, то есть все же возмущались, когда никому не давали больше там 50 тысяч, 10 тысяч денег там банкоматах, а кто-то миллионами успел оказываться вытащить, то есть эта информация есть в доступе. И вот тех людей, то есть вот как раз функция в комитете кредиторов представителя нашего пострадавших, то есть чтобы не допустить, чтобы вот такие схематозники, то есть они выскочили. Потому что люди, которые пострадали, которым повторно предъявили, это, конечно, несправедливая ситуация. Но тем не менее, под давлением общественности, я так понимаю, СВ это услышала, то есть часть исков какая-то обещали отозвать, то есть к людям, ну, я так понимаю, под этой маркой кто-то пытается проскочить из инсайдеров. Спасибо большое. Сегодня в студии программы «Челны-24» был главный врач клиники «Прозрение», а также пострадавший от краха Татфонбанка Рустам Гелязев.